МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В военно-морском лицее состоялся самый масштабный выпуск за три года в Одессе. Атестаты получили больше 70 воспитанников. Наши лицеисты за пів року прийшли в курс навчання за методикою нацистських стандартів. Достали из катакомб неподалеку Великой Балки спелеологи спасли лисенка, упавшего в двухметровый провал. Ну, так он. Поцарапало чутка. Об этих и других событиях мы расскажем прямо сейчас. Итак, 6 гривен за проезд. Этим летом для одесситов могут подорожать маршрутки. Повышение на одну гривну эксперты называют тарифом выживания. Это не позволит улучшить качество перевозок, а только оставит все как есть. Новых водителей тоже, скорее всего, не наберут. Из-за низкой стоимости проезда водители уходят на другую работу. В результате треть маршруток даже не выезжает из автопарка. Между тем, не все одесситы готовы платить больше. Подорожают ли маршрутки и когда это произойдет, выясняла Наталья Усатенко. 6 гривен за проезд в маршрутке эксперты называют тарифом выживания. По их словам, кардинально в сфере перевозок ничего не изменится. Только хуже не станет. Сейчас треть автобусов не выезжают со стоянок. На них просто некому ездить. Директор департамента Илько Александрович приводил цифры относительно достаточно серьезного, например, уже оттока водителей. Причем, как вы понимаете, уходят лучшие люди, имеющие международные права, люди, имеющие опыт. Они уходят на международные перевозки, они уезжают работать в другие страны. Средний одесский маршрут 18,5 километров. Из всех городов Украины больше только в Кривом Роге, жалуются водители, и добавляют значительную часть выручки, приходится тратить на бензин. Эксперты уверяют, чтобы сделать одесский транспорт комфортнее, тариф надо поднять еще больше, до 8 или даже 12 гривен. Но люди к этому не готовы. По мнению специалистов, подорожание на 1 гривну не позволит обновить автопарк или хотя бы нормально отремонтировать то, что есть. Для пассажиров особо ничего не изменится. Так что мы с вами продолжим ездить в таких условиях. Но платить будем немного больше. Некоторые пассажиры говорят, 1 гривна по карману не ударит. Однако многие все же не хотят платить за проезд 6 гривен. Ездить стараются на троллейбусах и трамваях. Пускай платят те, которые получают миллионы. А мы на свою пенсию, мы не должны нам повышать. Сколько можно повышать, до какой степени уже это можно сдеваться над людьми. Между тем, стоимость проезда устанавливает перевозчик. Решение горсовета для этого не нужно. Необходимо только экономически обосновать повышение тарифа. И скорее всего, это сделают еще до осени. Правда, объективно посчитать практически невозможно. Билеты в маршрутках не выдают. И сколько на самом деле зарабатывает отдельно взятый автобус, знают только водители. Наталья Усатенко, Руслан Пейков, Первый городской. Использовать альтернативные источники энергии, сортировать мусор и меньше ездить на автомобилях. Около 30 человек приняли участие в необычной акции на Соборной площади. Ее организовали студенты и преподаватели экологического университета. Таким образом, они хотят обратить внимание общественности на изменения климата. Самым маленьким информацию подали в игровой форме. Дети могли разрисовать картину времена года и показать, как они сами представляют климат Одессы. Акцию назвали «День действий». Она одновременно прошла во многих городах Украины. День действий проходит в рамках международной кампании «Города для жизни» во многих странах мира и более чем в 10 городах Украины. И суть этого мероприятия – это освещение проблем изменения климата. В военно-морском лицее состоялся самый масштабный выпуск за три года в Одессе. Аттестаты получили больше 70 воспитанников и уже строят планы на будущее. Преподаватели рассказывают, после передислокации учебного заведения из оккупированного Крыма в Одессу пришлось нелегко, но теперь дела идут на поправку. Наши корреспонденты пообщались с выпускниками и услышали их истории. Саша переехал в Одессу из Луганска в 2014-м. После оккупации родного города решил стать военным моряком. Перед поступлением в лицей парень вместе с родителями был волонтером. Семья парня осталась в Луганской области. Живут на подконтрольной Украине территории. Но ради выпускного сына мать Ирина проделала долгий путь. Сейчас просто мужики, взрослые моряки перед нами. Приходит, а мой уже на руки берет, носит. Я говорю, давайте на ручки возьму маленький мой. Смеется, да нет, мам, давай теперь я уже. А вот крымчанин Родион еще с седьмого класса мечтал стать военным моряком. Из-за аннексии полуострова приехал учиться в Одессу. Говорит, его вдохновили курсанты-нахимовцы, которые не изменили присяги и спели гимн Украины, когда над родным училищем поднимали российский триколор. На мою думку, я дуже смеливо, тому що російські оккупанти, вони дуже себе агресивно вели. І це мене дуже надихнуло. І я остаточно вирішив приїхати сюди, подати документи та поступити. Всего аттестаты получили 74 человека. Это третий і самый многочисленний выпуск военно-морського лицея в Одесі. В этом году ребята впервые готовились к тестированию по англійському языку по стандартам НАТО. Наши лицеїсти за пів року пройшли курс навчання за методикою націвських стандартів в Станах-1. І вісім лицеїстів буквально першого числа здали цей іспит, я можу сказати, на відмінно. Почти все випускники лицея решили продолжить учебу і получить высшее военне образование. В середину іюня вони знають результаты екзаменів і змогут подати документи в вузи. Вадим Шпаченко і Дмитрий Боровецкий, 1-й городськой. «Единой колонной шагають чемпиони і спортивний ребенок – здоровая страна». С такими лозунгами в Одесі прошел марш чемпионів. Полсотні одеських спортсменів і активістів устроили шествие от Воронцівської колоннады к Думській площади. Баскетболисты, борці, боксеры і даже черлидери об'єденились, щоб обратити внимание власти на недофинансування детського спорта в нашому регіоні. Діти не повинні бути безразличних державств. Тобто, обязательно повинні бути соціальні програми. Нужна підтримка спортивних школ, які на сьогоднішній день знаходяться в печальному состоянию. Ми це знаємо як по Олимпійців, який до сих пор не можуть реконструювати, несмотря на выделення великої суми денег і порядка 15 мільйонів гривень. Також Дюсеша номер 5, в якому більше років тек потолок і не могли займатися багато спортсмени, як по бандбинтону, наскільки я знаю, по художній гімнастикі. В Черноморці разукрасили стену в інтернате для слабослышащих дітей. Волонтери вместе з переселенцями устроили субботник в специалізованій школі номер 97. Вони привели в порядок стену на заднем дворе інтерната і украсили її персонажами із известних мультфільмов. Процесом руководила професіональна художниця. Организаторы кажуть, такі акції помогають переселенцям адаптироваться в новому обществі. Дітей в це время года в школі нет, вони на каникулах. Рисунок ребята увидят уже в сентябре. Директор інтерната уверена, слабослышащим ученикам він понравиться. Це комусь здасться така дрібничка, що ми таку ерунду там показуємо, що це розмалювали нам паркан. Але для наших дітей це дуже багато значить, що люди до них небайдужі, що люди допомагають і звертають увагу, і хочуть хочемо з ним допомогти. Броніровані машини, взріботехніки і оружія. Полицейські, нацгвардейці і спасателі провели в паркі Шевченка детський праздник. Привезли спецтехніку із зони АТО, настоящее оружіе і устроили показальне выступлення. В гравій формі маленьким одеситам розказали, як правильно вести себе на дорогі і в чрезвычайних ситуаціях. Праздник приурочили к Международному Дню Защиты Дітей. Як це було, виділа Ксія Осетинська. Точність і синхронність движень. Дітям демонстрирують, як працюють подразделення во время проведення спецоперції. С одной сторони показательне выступлення, а с другой – выставка техніки. Діти усі мають змогу ознайомитися з спеціальною технікою, яка представлена на цьому майданчику, та поспілкуватися з діючими працівниками поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій, а також національної гвардії України. Крази, кугуари і корди – це бронувані машини нацгвардії. С ними можна сфотографуватись і навіть побувати внутрі. 307 лошадиних сил і 120 км в час скорости – це краз «Спартан». Їе вес – около 9 тонн, вміщає 8 чоловік екіпажа. Машина побувала в зоні проведення АТО. Після виконання боєвих задач її вернули в Одесу, але вскоре її можуть відправити обратно. Техніка не один раз попадала під обстріли. Тепер вона выглядит як новенька, але перед цим її успіли привести в порядок. Дві одиниці техніки використовувалися в захваті Широкіна. Були введені і осколочні, і міні осколки по них були, і обстріли по них. Техніка доволі таки міцна. Вже, ви бачите, на даний момент вона вже відреставрована. Пока одні діти розглядують техніку, інші участвують в викторіні по безпецісті. Правильно відповідав на питання КОПа – получи подарок – сувенір з логотипом нацполіції. А скажи мені, будь ласка, де потрібно переходити вулицю? Де мені подобаєшся? Там, де зібра. Де є пішохідний перекід. Так, добре. Не заскучали на детському праздниці і родители. Самих любопытних нацгвардійці научили правильно держати оружіе і цілиться. Коли стріляєш, то руки сводиш ближче к телу, щоб область пораження була як можна менше. І от ти удобненько стоїш, то ти його піднімаюся, прямо двигаєшся. Ксения Ситинська, Александр Бондарь, Первый городской. Рыбачка Соня, Стап Бендер і Шалом Алейхим краска і на стене. Уличні художники создали новий мурал в центре города. Огромное граффити на канатной нарисовано в одесском стиле. Персонажи изображены на фоне морського побережья, воронцовського маяка і белого парусника. По словам художників, картина продержиться долго і не потускнеє. Перед созданням мурала стену отштукатурили і обработали специальним раствором. Основная часть изображения уже готова, а участки, на которые только нанесли контуры, планирують завершить в ближайшее время. Понедельник – официальный выходной. Его перенесли с воскресенья, когда православные украинцы отмечали Троицу. По легенде, в этот день на апостолов сошел Святой Дух. В праздник храмы и жилье украшают ветками березы, сирени и клеона. Они символизируют обновление души. Троицу принято праздновать в воскресенье спустя 50 дней после Пасхи. Отмечу, на этой неделе завершается цикл весенних христианских праздников, после которых начинается Петров пост. В этот день совершаются впервые после Пасхи коленопреклонения, когда мы на коленях молимся Богу особенными молитвами. В этих молитвах вспоминаются живые члены церкви и усопшие. И последнее из катакомб достали лисенка. Спелеологи спасли животное, упавшее в двухметровый провал неподалеку Великой Балки. Самостоятельно зверек выбраться не смог и в результате просидел в западне несколько суток. Обнаружили его местные жители, они подкармливали малыша, однако достать сами не смогли. Спасли лисенка одесские спелеологи, которые как раз исследовали катакомбы в этом районе. Один из них спустился в яму и выпустил его на волю. Где-то метра два глубиной, но неудобно за счет того, что с воды карниз был. Но там была ветка, так что по ветке спустились и вытащили. Она не была там злой какой-то? Нет, нет, ну так он. Поцарапало чутка. Царапало, да. Таким был день. Вы смотрели «Время Одессы» на Первом городском. Еще больше полезной информации вы можете найти на нашем сайте в интернете. Путь простой. 1TV от UA. О событиях вторника завтра в тот же час. На этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова